Приветствую вас. Я думаю, что, вообще говоря, не так сложно понять, чего тебе хочется. Не так сложно определить, что тебе нужно, потому что, ну, если, если вы просто пошла хорошо, себя чувствуете, если вы достаточно хорошо себя ощущаете, то проблем с этим не возникнет. Я не могу, естественно, сказать, насколько вы хорошо чувствуете себя, насколько хорошо вы чувствуете свои эмоции, и насколько хорошо вы осознаете то, что происходит внутри вас, и как вы к этому относитесь. Но думаю, что решение, решение относительно своей работы, относительно того, где вам работать, как вам работать, сейчас принимает он не только вами, но и вашей мамой и сестрой. То есть вы пытаетесь сейчас найти работу для мамы и для сестры. И именно мама и сестра, как мне кажется, сейчас принимают основное решение по поводу того, как вам, ребята, что вам делать в этой ситуации. Я думаю, что именно мама и сестра сейчас давлеет нормально. И вы пытаетесь выбрать такое место работы, чтобы они, мама и сестра, я имею в виду, перестали вас клевать. Ну, тут, конечно, есть такая, такая проблема, что клевать они вас не перестанут, потому что это им не выгодно. Им не выгодно, чтобы вы чувствовали себя свободно, им не выгодно, чтобы вы ощущали себя самим собой. Им выгодно, чтобы вы чувствовали свою вину, и вы прекрасно ее чувствуете, прекрасно ощущаете необходимость того, что должны оправдать ожидания своей мамы и сестры. И боретесь между тем, что если вы не оправдаете ожидания мамы и сестры, то вы будете плохим, то вы можете остаться один, что вы лишитесь поддержки, без которых вы сами не справитесь, и так далее. И вот борется между вами, борется вас, значит, то, что хотите лично вы, и то, что вы должны. Еще брат, который тоже, как бы, наверное, транслирует вам, то, что, ну, в некотором смысле, то, что вы ему должны тоже. Потому что вы его спросили. Обратите внимание на то, что у вас даже в тексте достаточно такой оправдывающийся тон. То есть вы как будто оправдываетесь за то, что сделали. Вы как будто оправдываетесь перед нами за то, что вы просите помощи у нас, хотя задаете, ну, в общем-то, платный вопрос. Вот. То есть вы какую-то денечку, пусть и не самую большую, но в любом случае это деньги. Для вас это могут быть значимые деньги. Вы платите деньги, вы спрашиваете, и все равно вы испытываете чувство вины. Но вы не уверены в том, что ваш вопрос имеет значение. Так вот. Вместе с тем, то есть вместе с, казалось бы, достаточно высокой вашей чувствительностью, вместе с тем, что вы испытываете чувства, вы, как бы, их не подавляете. Я совершенно, ну, отчетливо вижу корреляцию этого с тем, что у вас нет отца. По крайней мере, вы говорите, что мама капает вам на мозги сестра, а отец как бы нет. И вот эта вот сверх такая эмоциональная, эмоциональная чувствительность сверх, она все-таки и происходит именно, она свысится на моторах больше женщинам и, как бы, у мужчин она появляется тогда, когда отец, фигура отца достаточно отдалена, либо отсутствует вовсе. Ну, и когда женщина, то есть ваша мама, она, как бы, старается быть и отцом, и матерью, естественно, у нее это не получается. А других мужских фигур, ну, хотя бы из родственников, к непосредственному процессу воспитания своего ребенка она не допускает. Так вот, несмотря на то, что у вас есть достаточно эмоциональность, достаточно чувствительность, вы пытаетесь это рационализировать и говорить, какие техники есть для принятия решений. То есть вы пытаетесь максимально, эм, максимально не особенно принять решения. Ну, чтобы идти по жизни последовательно, чтобы реализоваться, чтобы чего-то достичь решений, которые вы принимаете, нужно реализовывать осознанно. Осознанно. Это значит не через технику. Это значит через разрешение своих внутренних конфликтов. Хотя бы тех, о которых я сказал. И если вы это сделаете, а сделать это можно при работе со специалистом, то решение вам придет само. Да, оно скорее всего кому-то не понравится, оно не понравится либо вашему брату, либо вашей маме, либо вашей сестре. Но если так подумать, а какое дело вашей маме и вашей сестре до вас? Если так подумать, что вы должны брату после того, как попросили его о помощи и он вам, например, чем-то помог? Если так подумать, не складывается ли так, что вы постоянно берете ответственность за кого-то другого, но не за себя? Не складывается ли так, что принимая решение, вы пытаетесь учитывать интересы не столько свои, сколько интересы других людей, в частности мамы, в частности сестры, может быть в частности брата, может быть кого-то еще, о ком вы не написали. Подумайте об этом, пожалуйста, это достаточно важный момент. Видите ли, вот такая, ну неосознанность, да, такая сверх, ну чрезмерная, не сверх, а чрезмерная чувствительность, эмоциональная, чрезмерно эмоциональная чувствительность, она создает определенные перекосы, то есть где-то вы принимаете решение и вообще как бы генерируете эмоции, хотя надо бы проявить больше, ну больше разума, где-то вы проявляете разум, хотя нужно больше проявить эмоции, то есть это вообще-то свойственно женщинам в силу их особенностей организма, это свойственно больше женщинам, не мужчинам, но обратите внимание на то, как вы сами это делают. Нет, я не говорю, что однозначно это плохо, я не говорю так, что это плохо, но я хочу сказать, что на мой взгляд, по моему мнению, вам это мешает. И мешает вам это, ну в общем-то, в общем-то достаточно серьезно, как мне кажется. Поэтому, работать, если угодно, вот именно работать, на мой взгляд вам нужно в этом направлении, чтобы как-то лучше себя чувствовать, чтобы лучше себя ощущать, чтобы лучше понимать, быть может, что вам нужно, чего я хочу. И поменьше вот всех этих посторонних дозвислований, то есть вот поменьше всего, что вы должны. Как я надеюсь, вам понятно, никакая техника не избавит вас от неуверенности в себе. Никакая техника не сделает вас более уверенности в своих силах и так далее. Никакая техника не даст вам, ну скажем так вот, ну ресурсов для того, чтобы иметь возможность делать то, что сейчас, в силу ряда причин, делать у вас не получается. И на мой взгляд, вот то, что вы можете сделать, это начать освобождаться от своих внутренних конфликтов, которые у вас есть, и соответственно уже, когда и если вы от этого освободитесь, вот, тогда, тогда уже, я думаю, можно будет спокойно принимать решение. 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 Именно. Такое решение. Какое вы хотите. Это будет ваше решение, это будет неискаженное какое-то решение. Это будет только ваше и только то, с чего вы хотите. Это будет справедливо по отношению к вам. Это будет адекватно по отношению к вам. Это будет гуманно, что важнее по отношению к вам. А все-таки техника, любая техника, ну практически всегда вызывает вопросы. То есть, практически всегда вызывает вопросы гуманны с этой самой техникой. То есть, вызывает вопросы насколько техника, любая техника гуманна. И гуманна, да, ну вот. Потому что, эээ, ну, техника, техника техникой, да, но если, эээ, как бы, в какой-то степени происходит, эээ, эээ, ээ, игнорирование эээ, человечески, ну, человеческого, ну, На мой взгляд, именно это происходит, когда человек использует технику. Ну, соответственно, мне кажется, что здесь, мягко говоря, не очень-то всё идёт на пользу. Вот. Поэтому я и хочу, чтобы вы не сильно увлекались, скажем так, этой самой техникой. Я не хочу, чтобы вы увлекались, значит, каким-то таким, ну механическим. Да, я не хочу, чтобы вы увлекались механической стороны этого процесса. Всё-таки повышается особенность куда более вас, ну вот для вас, например. Ну всё же, вот то, что я хотел вам сказать. На данный момент добавить мне больше вполне лучше и нечего. Так что я вам желаю удачи. удачи. Я надеюсь, что вы найдёте в себе ресурсы для того, чтобы обратиться к психологу и чтобы начать работу над собой, а не искать какое-то волшебное средство для решения своих проблем. Я желаю вам удачи. Я желаю, я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация будет максимально быстро и полно разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...